привет кстати свою серию видеороликов о питере решил начать с девского проспекта а о невском проспекте писал гоголь о нем пели группа сплин и ддт с невским был связан и пушкин на углу невского и набережной реки мойки находилась знаменитая кондитерская вольфа и баранже куда поэт заезжал перед дуэлью с дантесом гуляя по невскому можно посетить самые известные петербургские достопримечательности сегодня мы с вами и совершим эту прогулку узнаем с чего он начинался заглянем на московский вокзал и выясним сколько времени занимали поездки из питера в москву много лет назад посетим магазин купцов елисеевых и петербургский пассаж перед тем как отправиться в путешествие хочу напомнить что у меня есть второй канал с maps education про зарубежное образование если вам интересна учеба за границей возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции рекомендую подписаться сегодня это интереснейшее место сразу же у меня на невском проспекте я иду от начала по нему это главная питерская улица и у меня анечка в мост его отношения к анечкам он не имеет как бы мне может быть этого не хотелось они привет если ты аня привет тебе привет тебе санечка моста но он не про тебя здесь изначально кто был почему он так называется мост вообще очень-очень старый то есть он петровских времен но во времена петра он выглядел не так его перестраивали после этого уже я не знаю сколько раз но очень много здесь изначально был деревянный мост и здесь находился полк инженера который собственно говоря возводил этот мост 5 сентября 1704 года на левом берегу реки невы была заложена адмиралтейская крепость верфь которая открыла новую главу в истории города с течением времени местность вокруг крепости начала преображаться привлекая жителей и строителей скором времени современные большая и малая морские улицы породили появления корабельных мастеров морской рынок известный сейчас как дворцовая площадь с его шалашами и ларьками наполнялся торговцами и покупателями здесь можно было найти все от вазов с дворами и сеном до различных товаров первой необходимости район адмиралтейства превратился в одну из самых плотно заселенных частей города где все шло в ритме морских волн начале 18 века возле устья черной речки теперь известны как река монастырка появился монастырь который позже стал знаменитой александра невской лаврой история этого места пронизана легендами о знаменитой невской битве где в 1240 году русская дружина возглавляемая новгородским князем александром невским одержала победу над шведскими захватчиками рядом с монастырем выросло настоящее поселение с деревянными жилищами для работников и слуг в этот момент стало необходимо соединить два городских центра с дорогой которая проходила по старому новгородскому тракту современному лиговскому проспекту этот тракт представлял собой главный путь ведущий внутрь страны было начато строительство просек которые пролегали через болотистые леса самые заболоченные участки находились в районе современного казанского собора и михайловской улице интересно что дорогу прокладывали священнослужители чтобы позже собирать плату за проезд на знаменской площади сейчас площадь восстания стояли монастырские сборщики мы находимся на площади восстания и сейчас здесь московский вокзал с 1855 по 1924 он был николаевским потом до тридцатого года октябрьским в наши дни считается главным из пяти петербургских вокзалов строить его в 1842 году начал николай 1 ну и какой же вокзал без железной дороги первый поезд с пассажирами отправился с московского вокзала в мае 1847 года до села колпино в москву уже первый поезд из петербурга отправился в ноябре 1851 в нем было 192 пассажира и прибыли они в 9 утра на вокзал близнец в москве позже отсюда отправится и первый в советском союзе фирменный поезд красная стрела в 1931 году сейчас на сапсане дорога между питером и москвой занимает три часа и 40 минут а вот в 18 веке в москву можно было попасть только лишь с помощью лошадей и такая дорога занимала в среднем пять дней интересно что по снегу и льду скользить было быстрее всего а вот у петра первого для своего времени были повозки эквивалентные современным болидом формула-1 и он бил всевозможные рекорды проезжая этот путь за три дня двигаясь и днем и ночью частым путешественником скитавшимся из петербурга в москву и назад был александр сергеевич пушкин более 20 раз он катался туда и обратно тогда не было еще каршеринга но вот хорс-шеринг похоже был лодочки катаются возят туристов вот таких как я видите классно так стоишь себе машешь рукой фотографируешь петербург вы все еще на площади восстания на пересечении невского и элиговского проспектов название свое она получила в 1918 через год после народных выступлений кстати слово слоняться по одной из версий произошло именно на знаменской площади в петербурге в восемнадцатом веке здесь тогда на месте гостиницы октябрьской располагался слоновник он же слоновый двор слонов водили по улицам и посмотреть их собиралась куча народу а про тусующихся без дела зевак говорили что они слоняются и именно одна из таких слонових прогулок стала сюжетом басни крылова слон и моська двигаемся дальше по нашему невскому маршруту самое время сделать шоппинг перезагрузку шоппинг конечно должен соответствовать общему антуражу этого выпуска поэтому идем магазин купцов елисеевых или попросту в елисеевский магазин елисеевы династия купцов и предпринимателей здание построено 120 лет назад об архитектуре санкт-петербурга мы сделали отдельный выпуск он скоро выйдет поэтому подписывайтесь и не пропускайте снаружи 4 скульптуры символы промышленности науки искусства и торговли внутри три торговых зала зеркала бронзовые светильники помимо магазина здесь располагался банк коммерческие курсы основанные елисеевыми зал сдававшийся в аренду театральным трупом в подвальном помещении были склады холодильники и один из самых лучших винных погребов европы елисеевский не единственный шопинг-центр который вас впечатлит петербургский пассаж еще одно знаковое место на невском здание начали строить в 1846 здесь была прозрачная крыша которая протянулась на 180 метров проектов с такими масштабными стеклянными покрытиями питер тогда еще не видел изначально здание было в три этажа на первом были склады на втором магазины на третьем квартиры в 1879 году здесь был расположен единственный на тот момент зарубежный банк который допустили к работе в россии со стороны улицы итальянская находился концертный зал там устраивались научно-противительские лекции и проходили вечера литературного фонда здесь выступали тургенев некрасов и достоевский 1933 году пассаж становится государственным универмагом в 2006 его приобрел на аукционе российский бизнесмен шалва чегринский за 50 миллионов долларов а в сентябре 2011 универмаг за 80 миллионов долларов отошел инвестиционному фонду дженсен групп в наши дни пассаж по-прежнему функционирует как торговая площадка здесь расположены магазины одежды обуви ювелирных изделий ну вы поняли после поистине роскошного шопинга продолжаем гулять по невскому и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Строил ее итальянский архитектор Феррари Джакому Не Энсо Здрасте, а можно подняться туда? 500 рублей Это куда? Вам, туда, там? Спасибо Здрасте Что это у вас тут? Говорить будете? Камера Говорить будете? А вы хотите? Я нет 500 рублей? Да, карточка У вас сейчас как раз с собой камера И вы сможете записать, как работает часовой механизм 18.00 будет бить большой колокол 18.00 Да, дожди, возле механизма Дождитесь, пожалуйста Конечно, дождусь Сейчас ровно 16 этажей Поднимаемся И вверху в 6.00 Через 5 минут Начинает бить колокол Подниматься в 16 этажей Посмотрим Как я работал летом на кардио Чтобы у меня Дыхалочка работала нормально Пока поднимаешься к большому колокол Еще вот маленькие здесь в окошках Здрасте Все хорошо? 16 этаж? Отлично Ай, класс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Прямо перед смотровой стоит часовой механизм И написано 1884 год То есть, представляете, сколько ему лет Он реставрировался Кротивировался Не в банке А просто Значит, ждали своего часа В общем, здесь Обязательно поднимитесь Потому что уникальный часовой механизм Смотровая С обалденным видом на Невский И на весь Питер Казанский собор Один из самых крупных храмов Петербурга Архитектор Андрей Воронихин Стиль Русский Классицизм Строительные материалы Полностью Отечественные Высота 101 метр Это Средняя 25-этажка Может и больше Собор 150 колонн Внешне Он напоминает Собор Святого Петра В Риме Это не случайно Таким было желание Императора Павла I Чтобы соборы Были похожи Внутренние поверхности Казанского собора Расписаны в стиле Мастеров эпохи Ренессанса Собор дал называние Казанской площади Также Казанской улице И Казанскому мосту На пересечении Невского проспекта И канала Грибоедова Здесь В 1813 году Был похоронен Полководец Михаил Иларионович Кутузов Рядом белоснежное здание Лютеранская Церковь Святых Петра и Павла Она же Петрикирхи Построена между 1833-38 годами Она была рассчитана На 2000 мест Благодаря чему Стала самой большой Лютеранской церковью В России А теперь представьте Когда-то Она была переделана В бассейн На дворе 1958-й В центральном Нефе В 25-ти метровой Железобетонной Ванне Тренируются Спортсмены В алтарной части Вышка для прыжков А по сторонам Трибуна На 800 мест Никаких тебе Молитв Только Тренировки И соревнования Но верующим Здание вернули В 90-е Так религия Одержала верх Над спортом Сейчас здесь Проходят службы Оперные Симфонические Концерты Службы На русском И немецком Языках В здании Церкви Есть так называемые Катакомбы Это пространство Растянувшееся Вокруг Чаши Бывшего Бассейна И подвал На уровне Старого Церковного Зала И пространство Сейчас используют Для выставок И инсталляций У меня все Где Исакий? Спросите Вы Меня Друзья Я решил рассказать О нем И показать его В следующем Выпуске Про архитектуру Санкт-Петербурга Поэтому Оформляйте Подписочку Это бесплатно Кнопочка Ниже И мы с вами Отправимся В не менее Интересное путешествие По достопримечательностям Санкт-Петербурга Но уже С архитектурным Подтекстом Ребята По статистике Мои видеоролики 90% Зрителей Смотрит Без подписки Если вам понравилось Это видео Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Так вы чаще Будете видеть Подобный Контент И обязательно Пишите в комментариях На какую тему Вы бы хотели Увидеть следующий выпуск Мы с командой Читаем все комментарии И выбираем Самые классные Идеи На которых Снимаем Выпуски Ставим лайк Подписываемся Пишем тему Я вам также Обещаю Что в следующих Выпусках Мы будем Дарить Классные Призы И подарки Наши партнеры Из-за рубежа Отправляют нам Классные Всякие Штучки Которые мы Будем Дарить вам В следующих Выпусках Продолжение следует... Продолжение следует...